Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы выкатим с вами из ангара П-44 Пантера. Ну а перед тем, как мы с вами начнем, хочу, как обычно, попросить каждого из вас, кто еще этого не сделал, поддержать мой канал, поддержать мои начинания и подписаться на мой канал, дабы узнавать о выходе новых видео, ну и, соответственно, смотреть их. Поставьте также лайк данному видео, как оценку моих трудовых стараний. Я действительно стараюсь ради вас. Итак, ребят, П-44 Пантера. Что он собой представляет? Как обычно, посмотрим кратенько технические характеристики, не вдаваясь в подробности, мельчайшие в отношении бронирования и так далее. Могу отметить следующее. Данная машинка имеет несколько двигателей в виде альтернативы стоковому и, соответственно, дополнительные гусенички на замену стоковых. И то, и другое я себе открыл по одной простой причине, потому что оставил Пантерку у себя в ангаре. Мне она нравится. Она довольно прикольная на восьмом уровне. Не имба абсолютно, но периодически раз в месяц, раз в два месяца я закатываюсь на этой машинке просто для того, чтобы немножко пофаниться. Итак, что касается уже топового орудия на этой машинке, то обсудим его. Это первое орудие, которое в ветке праджетки 65 уже позволяет вам стрелять из барабана в три снаряда с системой дозарядки. Итак, три снаряда в магазине, по три секунды между каждым выстрелом, 2000 суммарного урона в минуту. Время перезарядки видите сами, оно довольно небольшое. Первый снаряд, безусловно, 7 секунд. Это плюс-минус... Так, ну, затяжно, но все же уже быстрее, чем у того же П-43ТР. Ну, а два остальных снаряда дозаряжаются довольно бодренько. Бронепробиваемость в 203 единицы для восьмерки я считаю, что плюс-минус нормально. Нормальная циферка, с учетом того, что эта цифра висит на танке в виде СТ, а не ТТ. Для ТТ маловато было бы, ну, а для СТ самое то, все-таки имбой тоже не всем быть. Ну, и средний урон в 225 единиц. Вроде бы, казалось бы, этого немного, потому что П-43ТР выдавал такую же цифру. Но только разница заключается в том, что здесь вы выдаете по 225, грубо говоря, каждые 3 секунды на ближайшие 3 выстрела. Ну, а того вы имеете практически 700 единиц урона за один барабан. Поверьте, этого не так уж и мало. Ну, теперь мы закатимся с вами в бой и посмотрим, что эта машинка может непосредственно в рандоме. Итак, ребят, мы заходим в бой. Мы в топе. Сейчас попытаемся поехать на линию СТ. На линии СТ единственный, кто меня смущает, честно говоря, это Хищник. ЛТТБ, да, безусловно, быстрый танчик. Но если не поддаваться на его уловки в отношении закрутить, ну, тогда, в принципе, с ним можно немножко попадаться. Итак, первое, что мы с вами оценим, это подвижность. Подвижность существенно отличается от предшественника в лице П-43ТР. Он гораздо подвижней, он гораздо комфортней и удобней. И вот эти вот поворотики вправо-влево и разворот на месте самое то, что надо. Сдавать назад на нем тоже плюс-минус комфортно. Ну, то есть, в принципе, подвижности для игры больше, чем достаточно. Углов склонения недостаточно. Даже на такой небольшой горке, ну, вот, как бы ее практически нет, пушка вниз не опускается. Она не опускается и прям вот не хочет этого делать. Ну, вот ЛТТБ решил все-таки с нами поиграться вот в эти вот закручу-закручу-забадаю. Все, попробуем в него разрядить барабан. Броня плюс-минус принимает что-то на себя. Безусловно, это рандомно. Не всегда будет получаться у вас хорошо танковать. Ну, вот система додорядки, ну, прям радует. Вот прям вот совсем-совсем. Повезло нам, подорвали БК. И вот тот танчик, который меня больше всего смущал у противников на данном фланге, он отправился в ангар. А значит, нам будет существенно легче. Ну, это вообще прям маслом намазали, сверху еще и икры наложили. Так, что касается дальности по прицеливанию и по стрельбе. Смотрите, существенно лучше сведение, но в то же время... Ну, давай, засветись. Но в то же время вот это вот сведение, оно все равно не идеальное. Хотелось бы, безусловно, чутка быстрее, чтобы сводилось, но уже существенно лучше, и эту разницу вы почувствуете сразу, как только откроете танчик после П-43Т. Что же касается точности. Точность стрельбы, она, ну, существенно лучше. Не буду вылазить, хочу выжить. Она существенно лучше, чем у предшественников, и прям радует от того, насколько разница велика. Ну, вот она, точность, она просто-таки шикарная. Итак, первый бой мы сделали, посмотрим результаты и закатимся во второй. Итак, ребятушки, смотрите. По результатам боя. У нас в результате боя 1645 единиц нанесенного урона. Мы сделали с вами 2 фрага. Мы получили с вами за бой 1000, будем говорить, опыта, да, если не считать, 3х. И мы получили с вами в плюс практически 10 тысяч серебра. Я не считаю, что это какой-то фарм, но, в принципе, танчик не заставляет вас выходить в минус, а это уже хорошо. Вы все-таки веточку прокачиваете, а не гоняете премчик с каким-то там увеличенным процентом доходности. Ну, а что касается результатов боя по нанесенному урону, мы находимся на почетном третьем месте. Обратите также внимание на то, что мы сделали этот результат, не особо напрягаясь в бою и существенно отвлекаясь на разговоры. Если вы будете играть сконцентрированно на этом танке и концентрировать свое внимание не на рассказах его возможностей и ощущений от игры, а именно просто отыгрывать и следить за всеми врагами, не отвлекаясь, но я думаю, что ваша результативность будет еще лучше. Итак, заходим в еще один бой. Итак, вот мы попадаем в следующий бой. Мы находимся среди одних восьмерок. Я сейчас посмотрю, куда поедут все наши союзники. Ну, как я и ожидал. Союзники решили, я имею в виду СТ-шки, поддержать ТТ. Я не знаю, насколько это правильное решение. Честно говоря, я крайне сомневаюсь всегда, правильно ли я принимаю решение в отношении того, на какой фланг поехать. Но как-то больше доверяю союзникам. И очень часто бывает такое, что уехав на какой-то фланг, я оглядываюсь и с ужасом вижу, что я нахожусь на этом фланге сам. Сейчас посмотрим, насколько эта пушечка может отрабатывать по тяжелым танкам, тем более на среднем расстоянии. Но в целом я вам скажу так. Данную машинку я с удовольствием оставил у себя в ангаре. Почему с удовольствием? Потому что самое большое удивление у вас будет вызывать вопрос перезарядки данного орудия. Я имею в виду дозарядки снарядов. Дело в том, что по моим личным ощущениям, я больше удивлялся тому факту, что орудие уже перезарядилось, чем ожидал, когда оно перезарядится. То есть, играя, вы как-то даже не успеваете обратить внимание на то, что ваша пушечка уже перезарядилась и вы способны дальше кого-то добивать. Ну, то есть, вот сейчас, допустим, мы сделали два шота и вот, бацаньки, у нас уже опять два снаряда. Ну и пока я договорил эту фразу, у нас уже их три. Таким образом, вы, в принципе, имеете существенное преимущество перед врагами в бою. Да, безусловно, есть проджетка 60... Ой, простите, проджетка 46, которая является, по моему скромному мнению, одним из лучших средних танков среди премиумных на в... на восьмом уровне. Но все же не стоит сравнивать прем и обычный прокачиваемый танк. Сейчас попробуем психануть, пока мы донесемся до нашего противника ПТ-шечки. Мы как раз перезарядим полностью магазин, ну и попытаемся его с этого магазина разобрать. Не успели мы добрать? Нет, все-таки успели. Я думал, честно говоря, что он быстрее перезарядится, чем мы, и доберет уже нас. Итак, ребят, вот такими вот там плюс-минус какими-то хитрыми путями катаясь по карте мы сделали уже два фрага. Да, безусловно, проджетку мы просто добили, потому что у нее там было в районе полкосаря хп. Да, безусловно, ПТ-шечку мы с вами чуть-чуть поколбасили. До этого ее тоже кто-то немножко там надбирал. Но, откровенно говоря, и так неплохо. Вы, в принципе, танчик такой, который должен носиться по карте, и он своей динамикой это позволяет, и наносить максимум таких будоражащих отстрелов по противникам для того, чтобы они, возможно, даже элементарно на вас отвлекались. И, в принципе, это уже залог победы на данном танчике. Я лично танчикам очень доволен, и для меня из всей веточки переходить с П-43 на стандарт Б было легче всего. Итак, посмотрим наши результаты боя уже нашего второго. Итак, мы сейчас получили победу. За эту победу нам начислили с вами... Ну, давайте так. Мы сначала скажем, что нанесли 1560 урона. Это плюс-минус та же цифра, которая была в прошлом бою. Сделали опять два фрага. Мы получили с учетом 2x опыта 2300 с копейками, а значит, свой косарик опыта мы получили. Мы не ушли в минус, ну и мы опять находимся в серединке. Как я уже сказал, разговаривай в бою поменьше, сделаешь в бою побольше. Вот как-то приблизительно так играется П-44 Пантера в руках среднестатистического танкиста. Мне было приятно видеть ваши просмотры данного видео. Еще приятнее будут ваши лайки и подписки на канал. Я буду рад всегда видеть вас на своем канале. Всех благ вам, всего хорошего и увидимся с вами в новых боях и обзорах.